Это утро в Петербурге на календаре 14 февраля. Световой день стремительно увеличивается и радует это не только нас с вами. Солнечный свет это именно то, что нужно рассаде. Время с середины февраля до начала марта самое благодатное для посадки ярких и красивых петуний. Если я не ошибаюсь, соцветия петуний даже могут использоваться в кулинарии, например, для украшения фруктовых салатов или приготовления различных закусок. Все правильно, Миша, так и есть. Но готовить из петуний мы сегодня не будем. Сначала нужно их посадить, а для этого необходимо знать некоторые нюансы. И вот разбираться в этих нюансах мы будем вместе с нашей прекрасной гостьей, садоводом Ириной Елистратовой. Ирина, доброе утро. Рады вас видеть. И я. Ну, давайте же обсудим, как нам создать вот такую красоту у себя на подоконнике или для высадки уже непосредственно на грядке на даче. С чего мы начнем? Вот, наверное, с выбора все-таки семян. Я знаю, что петуний существует несколько видов. Это каскадные, кустовые, махровые и так далее. Вот на что мы ориентируемся при выборе? Только ли на внешний вид или все-таки есть какие-то нюансы, которые мы должны учитывать при посадке? Ну, конечно, мы выбираем больше. Я больше всего люблю, конечно, более большие петуни. Это именно каскадные, ампельные. То есть они разрастаются в объемах до метра, в ширину, до полутора метров. Мне больше такие нравятся. Но разновидности есть разные, смотря куда мы хотим их посадить. Либо какие-то балконные, может, ящики маленькие. Горшки иногда некоторые выставляют на улицу. А вот это какая петуния? Это петуния каскадная. То есть она образует огромный-огромный шарик в больших кашпоях. Ну, или можно тоже маленькие, и она не будет так сильно огромно разрастаться. Тут кто во что хочет посадить. Так, давайте приступим. Значит, в какую емкость мы сажаем наши семена? Ну, можем сажать мы вот либо в кассету, как я здесь вам показываю, либо же... Можно я продемонстрирую, какой она глубины? Вот такую глубину емкости, да? Да, можно поменьше. Либо же в общие емкости. То есть это просто мы ее наполняем полностью грунтом, делаем посадку рядочками. Ну, и вот у меня такие вот емкости тоже, это чуть-чуть подросшая рассада. Можно ли делать отверстия? Отверстия тоже делаем обязательно, даже в отдельных стаканчиках. Можно каждая семочка в отдельные стаканчики, чтобы не пересаживать. Поэтому отверстия обязательно, конечно, делаем, чтобы не перелить. Какой петунии нужен грунт? Он должен быть рыхлым или каким-то торфяным, питательным? Да, торфяным. Больше всего, лучше всего она развивается. Вначале именно для посадки ей особо питательный грунт, прям вот сильно питательный, не нужен. Ей нужен рыхлый, чтобы она хорошо нарастила корневую систему. А потом, когда она уже вот чуть-чуть подрастет, мы начнем ее пересаживать уже в больший объем, и мы дадим ей более питательный грунт. До краев ли мы наполняем грунтом емкость? Нужно ли ее увлажнять перед посадкой? Да, увлажнять обязательно нужно. Ну, вот видите, вот здесь в этой емкости я не полностью набирала ее до краев, потому что тоже начинаем поливать, начинает вода убегать у нас из емкости, соответственно, ну, немножко не добираем. Мы уже увлажнили нашу почву? Да, можем еще ее. Давайте еще немножечко увлажним. Полить предварительно, потом увлажнить, опрыскать. Сверху, да? Да, да, да. На какую глубину мы сажаем семена, или может быть их достаточно просто рассыпать по поверхности? Нет, нельзя ее заглублять, питунью, да, она именно поверхностно сажается. Семена питунью очень мелкие. Вот, давайте покажем. Они такие крошечные, что я даже не поняла вообще, что это семена. Смотрите, какие они малюсенькие, не знаю, видно или нет. Вот они совсем крошечные, и это, вы говорите, еще крупные. Специальные оболочки они, то есть они там еще мельче. Так, и как же их сажать в таком случае? Сажаем мы поверхностно, да, то есть либо вот я... У нас есть зубочистка. Да, зубочистка, либо какой-нибудь карандаш, там все что угодно использую. Предварительно смачиваю зубочистку. Кончик. Есть у нас небольшая водичка. И подцепляем наши семечки, семечки. Так. И раскладываем на поверхность. Ну, у нас каждую ячейку будет по одной семечке. Вот так вот это выглядит, вот смотрите, вот такое малюсенькое-малюсенькое зернышко, вот так вот, если видно. И одно зернышко в одну ячейку. Вот так вот на поверхность. Мы ее никак не заглубляем, никуда не закапываем. И теперь мы хорошо ее смачиваем после посадки. Ага, после посадки смачиваем. То есть все прорастет... Конечно, конечно. Далее просто нам нужно следить за тем, чтобы у нас грунт не пересыхал, потому что петуния это не любит. Она может завалиться после этого. Мы должны следить обязательно. После того, как мы посадили, мы создаем парниковый эффект, накрываем емкостью. То есть это специальная тепличка у нее есть прозрачная. Либо пакетиком накрываем. Где-то от трех до пяти дней у нас входит петуния. Есть, кстати, петуния не только вот такой специальной оболочки. То есть есть прямо именно без оболочки. Она очень-очень мелкая. Мы точно так же рассыпаем ее. Там сложнее, конечно, с ней так вот тщательно ее рассадить. Тут уже, получается, мы просто рассыпаем по поверхности, и когда взойдет, то потом уже рассаживаем как-то по емкости. Ага, то есть разница просто в том, что если мы по одному зернышку в одну ячейку, то нам просто не нужно рассаживать. А если мы просто вот так вот высыпем в одну емкость, то придется рассадить. Ну вот я вот здесь вот сажала, получается, рассыпала прям по емкости. Да, вы сказали, что очень важен уход за рассадой до появления первых всходов. Куда ставим? Как петуния воспринимает солнечный свет? Нужно ли в темноте? Не-не-не, обязательно мы должны ее подсвет поставить. Прорастание семян где-то от 23 до 25 градусов. То есть мы вот сейчас мы хорошо сейчас опрыскаем, вы посадите. Да, вот у меня последнее зернышко. Постараемся увлажнить, размочить эти семена обязательно, потому что они в гранулированной оболочке. То есть нам нужно размочить, чтобы семечка, вот то, которое там находится, маленькая, оно все-таки у нас проросло. Далее мы ставим это под лампу. Лампа, ну так я скажу, от 20 до 30 ватт достаточно для петунии, то есть мощный, там сильно не нужный. То есть ей все-таки нужен свет? Желательно. А если просто на подоконник поставить подсолнечный свет? У нас сейчас холодно, во-первых, да, во-первых, света недостаточно, плюс на подоконнике холодно, ей нужна именно теплая температура. Потом уже, когда в марте там, она уже, вот она вот с таких, мы ее пересадим, она будет расти, но она очень будет вытягиваться, она будет, не будет вот такой красивый кустик. Подождите, к марту вы сказали, то есть через пару недель мы уже можем ожидать вот таких всходов? Да, да, да. А первые стебельки? Три-пять дней. Три-пять дней уже. А при какой температуре воздуха или по каким еще критериям мы понимаем, что петунью пора пересаживать в открытый грунт или в горшок? Ну, вот смотрите, температура на самом деле для петуньи, она выносит и заморозки, минус 2 градуса. Но желательно, конечно, ей вот не дать, потому что обычно высаживают в таком состоянии, в цветущем, жалко, да, когда мороз, надо чуть-чуть все-таки подождать. То есть когда у нас температура 10 градусов плюс, ее можно высадить, но она следит, чтобы возвратного заморозка ее все-таки не прибило цветочки. То есть майские праздники рановато, наверное. Нет, почему? У нас разная погода бывает, конечно, высаживаем и в марте. Можно прикрыть, можно убрать в каком-нибудь месте. Ой, ну все, мы с вами посадили петунью, будем ждать первых всходов. Надеемся, что наша инструкция поможет и вам вырастить рассаду, которая уже в скором времени обязательно порадует вас обильным цветением. Очень вам этого желаем.